Слава тебе, Господь, слава тебе, Царя Небесного, Девца тебе, это все истинное, для меня здесь и вся исполняю. Любое дело у казаков начинается с молитвы. Так и сегодня перед большим разговором полтысячи атаманов обращаются к иконе. Духовные казачьи традиции – это в первую очередь православные традиции. Передавать их из поколения в поколение – важная задача, которая стоит перед кубанским войском. Уже с 1 сентября во всех школах края будут введены казачьи классы, заявляет Вениамин Кондратьев. Будущее – это вопрос казачьего образования. Сегодня это тоже принципиально важно, потому что казачат надо воспитывать на самом деле не акциями, то, что по себе не парадами, а системно. Они должны расти, они должны как минимум 7 лет понимать, что они казаки, и образование должно быть казачь. Мое принято решение ввести во всех школах края казачьи классы. Кубань без казаков сегодня уже невозможно представить. Вместе с полицией патрулируют улицы, охраняют детские сады и школы. Только с начала года количество казачьих чопов выросло в разы – с 7 до 43. С этого года дружины вновь стоят на защите государственной границы России. Теперь казаки смогут нести службу и в войсках национальной гвардии. Уже внесены изменения в федеральный закон. Исторически казаки служили в национальной гвардии. Это наша история, и мы должны это продолжить. И я написал письмо командующему главкому войск национальной гвардии с тем, что был сформирован в войсках национальной гвардии какое-то подразделение, может быть батальон, может быть полк, но который должен формироваться только с казаков, иметь казачью форму одежды. Кубанское казачье войско укрепляет свои позиции. Только за последний год оно стало больше на полторы тысячи человек, и сейчас в нем 45 тысяч казаков. Но куда важнее, чтобы войско не просто росло численно, а наращивало экономический потенциал, считает глава региона. На Совете атаманов много говорили о выделении земли казачьим обществом, о поддержке и помощи краевых властей. Но чтобы многие вопросы решались быстрее и эффективнее, казаки должны прийти во власть. Вениамин Кондратьев не раз заявлял о том, чтобы атаманы стали заместителями глав муниципалитетов. Однако сделать это смогли только в пяти районах. В казачьем войске не хватает кадров, которые бы соответствовали квалификационным требованиям. Все равно я стою, наверное, на своем. Сильная экономика и сильное войско. И сегодня нужно сделать так, чтобы на самом деле вы оказались во власть. А где сегодня вопрос взять тех, кто войдет во власть? Для этого, конечно, нужно высшее образование для наличия. Значит, нужны в казачестве те, кто имеет это высшее образование. По большому счету вы сами должны стучаться, а мы помогать вам открывать двери. Но инициативы-то от вас как таковой нету. То есть логичная грамотная инициатива. Как заработать? Как кадрово укрепиться? Как во власть пробиться? По-современному надо мыслить. А как иначе? Кадры должны быть современные ребята с высшим образованием на самом деле. А так все порассуждали, помечтали, поговорили, и на этом все завершилось. Необходимо, конечно, увеличение казачьих обществ. Безусловно. Но не насильно, ни в коем случае не насильно тянуть там за полу черкесский, и ты иди к нам в казачество. Нет. А своими делами, своими поступками, своим отношением к станичникам, к людям, которые проживают в хуторе или в районном центре, все делать так, чтобы люди к нам пошли. Войску нужны новые кадры, настаивает губернатор. Казаков Вениамин Кондратьев предлагает обучать в вузах по целевому направлению. Когда, получив диплом, молодые специалисты вернутся служить в Кубанское казачье войско. Проработать такую возможность глава региона поручил Краевому министерству образования. 25 лет назад казаки смогли вернуть себе статус общественной силы. Теперь его важно не просто поддерживать, а активно участвовать в жизни региона, считает Кондратьев. Нужно сегодня поверить в себя. Поверьте, не в то, что горлом что-то можно взять, эмоциями. Ничего не возьмешь ни горлом, ни эмоциями. Вы надели форму не просто так. Это огромнейшая, колоссальнейшая ответственность. Вот за свою землю. Сегодня так, чтобы каждый мог сказать, что я готов отдать жизнь за свою малую родину, но далеко не каждый это сделает. Сегодня надежда только на тех, кто сидит в этом зале и кто носит казачью форму. Вот в чем вопрос. А значит, вы должны поверить, на самом деле, в свою эту же самую землю, которая полита кровью предков. Полностью полита. Каждый клочок земли. В детей должны поверить, в будущее этих детей, каким мы им и внукам правнукам оставим эту Кубань.